Всем привет дорогие друзья! Сегодня готовлю манные зразы с луком и яйцами. Рецепт очень простой, ингредиенты самые доступные. Манники получаются такие нежные, сверху поджаристые, а внутри сочная начинка. Это очень вкусно. Рекомендую их приготовить и попробовать. Для приготовления теста мне понадобится. В манку всыпаю соль и сахар. Перемешиваю. У меня манка очень мелкая. В кастрюлю вливаю молоко и доведу его до кипения. Для приготовления лучше использовать кастрюлю с толстым дном. Молоко закипело и теперь я тонкой струйкой всыпаю манку и варю густую манную кашу. Все время перемешиваю венчиком, чтобы не образовывались комочки. Провариваю примерно 3-4 минуты. Фактически варим обычную манную кашу, только очень густую. Огонь можно сделать чуть тише. У меня манка очень мелкая, поэтому она заваривается буквально за пару минут. Если у вас манка чуть более крупная, проварить ее чуть дольше. Плиту выключаю. Снимаю кастрюлю с плиты. У меня получилась вот такая густая манная каша. Сейчас ее оставлю немного остыть. Для приготовления начинки мне понадобится зеленый лук мелко порежу. Перекладываю его в миску. Добавляю соль и вливаю растопленное сливочное масло. Перемешиваю. Таким образом из лука уйдет горечь и начинка получится очень вкусная. Порежу отваренные вкрутую яйца. У меня здесь яйца из разных партий. В одних такой ярко-оранжевый желток, а в другой обычный желтый. Добавляю яйца к луку. Добавляю черный перец, чайную ложку сушеного чеснока. Конечно все специи и соль добавляйте по вкусу. Хорошо все перемешиваю. Начинка готова. Обязательно попробуйте ее на вкус. Я добавлю немного соли. Манка уже немного остыла. Она уже не такая горячая. И теперь в нее надо добавить яйцо. Только яйцо я буду добавлять постепенно. Разбалтываю его. Здесь важно не добавить слишком много яйца, чтобы тесто не получилось жидким. Добавляю чуть-чуть и перемешиваю. Вот такое однородное тесто у меня получилось. Всего я добавила половину яйца. Доску подпыляю мукой. Сюда буду выкладывать сформованные манники. Сформовать их надо, когда тесто еще теплое. Когда оно остынет, слепить их будет очень сложно. Руки смачиваю водой. Беру тесто, разминаю его в руке. Оно сейчас такое приятное, теплое. Выкладываю начинку и скрепляю все как обычный пирожок. Руки снова немного окунаю в воду и манник вот таким образом немного округляю, поправляю. Вот такие аккуратные манники сразу получаются. Перекладываю на доску подпыленную мукой и формую следующий манник. Кастрюлю с тестом закрывайте крышкой, чтобы оно слишком сильно не остывало. Всего из этого количества ингредиентов у меня получилось 9 манников с раз. Включаю разогреваться сковородку, наливаю растительное масло. Манники обваливаю в муке. Излишки муки стряхиваю и выкладываю на разогретую сковородку. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Изи Кук и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Обжариваю манники на среднем огне до красивого золотистого цвета с двух сторон. Упс, еще не подрумянились, но конечно можно переворачивать их пару раз туда-сюда. Вот такие красивые манники получились, снимаю их с плиты. Можно выложить на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнее масло. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И конечно подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изи Кук Позитивная Кухня, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok